Журналисты Политсибру напоминают, что Дом афганцев пережил крупный пожар, и экспозиции военно-исторического отдела Краеведческого музея пришлось перевести в другое здание. После ремонта, сообщают корреспонденты, на первом этаже Дома афганцев разместится зона приема посетителей, гардероб, касса, пост охраны, киоск по продаже сувениров, на втором, собственно, экспозиционные залы. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 сентября. Сам он состоится 15 октября после, за 220 дней со дня подписания контракта, работы должны быть закончены. Парнаульский суд отправил в психиатрическую больницу на принудительную экспертизу 38-летнего Андрея Шишерина, сообщает московский комсомолец на Алтае. Его обвиняют в экстремизме за мем с патриархом Кириллом. Шишерин подал апелляцию, однако Краевой суд оставил решение без изменений. По словам обвиняемого, максимальный срок, который ему придется провести в психбольнице, 90 дней. И это несмотря на то, что, согласно заключениям московских психиатров, Шишерин абсолютно здоров. Мировой рекорд установили барнаульцы. Почти 4,5 тысячи человек накануне приняли участие в городской тренировке в парке Смертино. Семьи с детьми, сообщают аргументы и факты Алтай, не испугал даже дождь. Для рекорда было достаточно 4056 человек, но на зарядку собралось гораздо больше. Татьяна Голубева, Наши новости.